В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Председатель Совета депутатов города Балашиха Евгений Жирков посетил микрорайон Ольгина, где побывал на объекте строительства жилого комплекса с объектами социального и бытового обслуживания, в том числе школы на 450 учащихся. В ходе общения с начальником службы заказчика-застройщика ГВСУ «Сервис» Александром Веселовым были подняты различные вопросы, в частности, относительно ливневой канализации. А что у нас по частному сектору? Значит, по частному сектору у нас предусмотрены технические условиями, в бурневой канализации сделать мероприятия по водоотливу. Значит, мы предусмотрели, при расчете с водоканалом согласовали, заложили соответствующий диаметр труб, который учитывает частный сектор. Значит, мы на ту сторону запроектировали переброс или труб, усоединенные с нашей внутреплощадочной канализацией, с колодцем. То есть, если там будет перспектива развития, у них есть возможность сброса. То есть, мы это все предусмотрели. В штабе строительства Александр Веселов показал на плане, где будут расположены детские спортивные площадки. Площадки, вот они все площадки, вот они детские. Здесь каждый двор имеет свои площадки. Вот, очень много, ну, и спортивных, и детских. И постарались изменить это, первоначально, чтобы не связать проектом. Но постарались изменить и сделать их более криволинейными. То есть, значит, не просто квадратные, там, прямоугольные формы, а со всевозможными изгибами, чтобы как-то это более разнообразить. Это включает в себя и сами площадки, и внутри, и дорожки. Часть клумб сделали двух уровней. У него спорт городок где-то здесь, да? Вы имеете в виду, в школе? Да. Нет, спорт городок дальше, он у первой улицы. Это первая улица, или нет? В завершении осмотра объекта Евгений Жирков поделился своими впечатлениями относительно хода строительных работ. Ну, я доволен ходом работ. Давно здесь не было. Это объект проблемный. В свое время был, и здесь порядка 210 у нас семей, которые признаны обманутыми. И те работы, которые сегодня идут, вполне по графику. Я думаю, что, я считаю, это положительный такой момент, когда решается вопрос обманутых точек, что на территории Железнодорожного, что на территории Балашихи сегодня практически не остается вот такого рода объектов. В продолжении рабочей поездки председатель Совета депутатов, как и обещал в ходе личного приема граждан, встретился с жителями микрорайона Ольгина. Как вы к нам приехали, давайте начнем с самого начала. Давайте, давайте. У нас вопросов много. Действительно, вопросов было задано немало. Причем к тем, что были подняты на личном приеме, добавились еще несколько относительно благоустройства, переноса офиса продаж и остановки общественного транспорта, оборудование площадок для пикника. Основной вопрос, волнующий жителей частного сектора, касался строительства ливневой и централизованной канализации. Условия такие, как мы раньше договаривались, несколько лет назад. Мы делаем магистраль, вы врезаетесь за сущим. Это еще и у нас. Мы говорим, что у нас есть условия осталось. У нас есть место. Ольгинцы напомнили о качестве телевизионного сигнала, для улучшения которого сегодня проводятся обследования территорий и изыскивается возможность переноса антенны вглубь участков. В ходе встречи, так же, как и во время личного приема, жители микрорайона Ольгина обратили внимание Евгения Жиркова на необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Вон там поставили зебу. Оттуда едет машина, она не знает, что здесь. Даже знака нет, что здесь поворот. Вот там стоит. Нет такого знака. У нас уже мотоциклисты по прямой. Мы еще заезжали по адресу дорогу, потому что не было ни знака, ни поворот. То есть у нас надо наладить какой-то вопрос именно со знаками. Председатель Совета депутатов поддержал предложение населения. Сейчас дорожные не только зашли, сейчас начинаем делать разлетки на дорожных. Поэтому знаки посмотрите, какие срочетку и разберите свои вместе. Вера Безгина, Виктор Демин, Большая Балашиха. В эфире новости РТВ Подмосковье в железнодорожном.